Приветствую вас, Александра. Вы знаете, ну, первое, что хочется сказать, это то, что вы не задаете вопрос совсем. То есть, ну, у вас вот нет никакого вопроса в вашем тексте, в описании текста, в описании вашей проблемы. Вот. И, в общем-то, непонятно, что вы хотите от психологов, какой у вас запрос к психологу, над чем вы хотите работать и так далее. То есть, вы оставляете вот этот на, как бы, усмотрение специалистов. Ну, каждый специалист увидит здесь что-то свое, вот, и, соответственно, не факт, что это вам подойдет. Было бы неплохо, если бы вы все-таки сформулировали, как вот, забрался, что вы хотите, и так далее, и так далее. Вот. Значит, по общему впечатлению от текста я могу сказать вам следующее примерно. Что я не увидел вас, вот этой вот, знаете, ответственности за свои действия, я не увидел вас желания нести ответственность за свои действия, я не увидел вас, то есть, ну, того, что вы отдаете себе отчет в том, что есть какая-то ответственность за ваши действия. Вот, то есть, это, вот этого я не увидел в ваших тексте, потому что, ну, такое впечатление, да, что вы говорите, вот, мы, 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 то есть, мы встретились, мы живем, мы живем, да-да-да. То есть, кто мы, почему мы, непонятно. На мой, по крайней мере, взгляд, вот, то есть, кто мы-то, вообще, кто мы, где мы, вот, ну, правда, понимаете. Мне кажется, это нужно исследовать, разграничить, в первую очередь ответственность. Далее, значит, живем с парнем три года. Ну, опять же, да, Александра, есть люди, которым брак нужен, есть люди, которым брак не нужен, соответственно, если вам, там, к примеру, вот, если вам, к примеру, брак нужен, то, ну, наверное, наверное, мужчина вам не подходит, вот, вот этот вот, с которым вы сейчас находитесь в отношениях, ну, просто потому что, да, он вам не подходит, вот. И, опять же, здесь вы делаете выбор. Опять же, здесь вы делаете сами выбор. Три года жизни с человеком, который не особо делает попыток там особо как-то ваши отношения развивать. Ну, это, опять же, ваше решение. Так, в последнее время отношения стали натянуты. В последнее время это в какое время? Мы практически не встречались, стали жить вместе. Почему? Да, то есть, почему вы не дали себе, эээ, возможность, эээ, ну, мужчину узнать, например, человека узнать, да? Дальше. Эээ, после того, как он предложил переехать к нему, эээ, я подумал, что человек серьезный, хочет семью. Ну, опять же, да, то есть, у вас есть догадки. То есть, вы, он предложил переехать к нему, а вы, типа, решили сразу, он хочет семью. А зачем вам семья? А донесли ли вы до него, что, как бы, ну, что вам нужна семья? Со временем понимаю, что ему просто так было удобно. Эээ, стирка, уборка, готовка, ну, и интим. Ну, так, а вы, вы, не вы разве на это все согласились? Эээ, внимание проявляет очень редко, приходит с работы, куча из играет, либо в телефоне, либо на компьютере. В основном мы сами по себе, ну, опять же, не как вопрос, а что между вами общего. Именно, вот, эээ, как бы, период, эээ, период встреч, когда вы встречаетесь, он именно для этого, он именно для этого, чтобы вы узнали друг друга. Чтобы между вами появилось, успело появиться что-то общее, да? Вот. И, соответственно, в этом и, в этом и момент, в этом, как бы, вся суть. Понимаете? Вот. Вот. А так вы сразу начали встречать, скажите, о каком, в общем, где пройдет вы, и воспринимаете друг друга. Только как мы ищем мужчину и женщину, то говорите, человек серьезный. Но у вас же не было возможности его узнать. На чем вы основывались, делая вывод, эээ, что он серьезный человек. Дальше. Так. Родителей у него нет, есть родная сестра и тетя. Хоть одна ко мне хорошо относится, другая живет по соседству, узнать меня не хочет, как и родная сестра. Его зовут Гостя, меня нет. А это вы вообще к чему написали? Вас это раздражает? Или как? Или что-то? Ну, к чему вы это написали? Вот к чему это было? Да. Дальше. Эээм. Так. Ставь меня не хочет. И вот так. Разговоры по поводу наших отношений всегда завожу я. Для чего? Опять же. Зачем? Вы считаете, что он должен заводить разговоры? Он отвечает. Да и все хорошо. А это к чему? То есть, непонятный контекст. Вы говорите разговоры по поводу наших отношений всегда завожу я. Это плохо, что только вы заводите разговор? Оон должен заводить или что? как бы, какое у вас отношение к этому? Он отвечает, да, и всё хорошо, опять же, какое у вас отношение к этому? Раньше работала в аптеке, получала неплохо, взяла кредит на своё имя, чтобы решить его, покрыть его проблемой. Зачем? Для чего? Вы, по сути, взяли и его спасли, на своё имя, кредит. А почему мужчина сам свои проблемы не решит? Почему вы считаете, что мужчина, вот он не может решить свои проблемы сам? Или вы надеялись так, что он быстрее вас замуж возьмёт? Или что? Что? То есть, ну вот, я хочу понять, я хочу понять. Цель у вас какая? Понимаете? Там, если, ну, вот, пока что, пока что я просто вот не вижу. Ну, а что можно было бы опереться? Так, значит, сейчас не за профессию, временно не работаю, отношения с того, как служащий. Типа, ты ходишь дома, вот и делаешь, звони по ходу с проблемам, и так далее. Но, опять же, если между вами ничего общего, если вы себя не цените, если вы себя не уважаете, если вы согласились на стирку, уборку, готовку и интим, а какого отношения к себе вы ждёте? Дальше. По натуре человек очень спокойный, не кричит, не ругается. А это к чему? У вас были те, кто ругается и кричал? И кричал? В прошлом. Опыт. Опыт. Как это его характеризует, что он не кричит, не ругается? То есть, да, он не кричит, не ругается, но он всё-таки не делает, я так понимаю, того, что вы хотите. Нежадный. А это к чему? Не хватает мышских действий. Чтобы были мышские действия, Александра, вам вот нужно, чтобы хотелось сделать их для вас. А мужчина не хочет. Потому что я так полагаю, что между вами просто, ну, просто недостаточно общего. Как бы, нет. Это то, что я вижу. То есть, ну, как мне видеться эта ситуация в целом. В магазине я спрашиваю, если проблемы по ЖКХ. В магазине я спрашиваю, если проблемы по ЖКХ звоню я. Это вы к чему? А как должно быть, должно быть, опять же. Жениться отвечает, не готовы, про детей молчи, тем более. А вам это всё зачем? Для чего вам это? Он несколько дней назад просто спросил, ты понимаешь, что мы немного разные. Ответил, отчасти. И всё, живём дальше. А как должно быть? Что вы сделали для того, чтобы ситуация была, и чтобы ситуация изменилась? Что вы чувствуете? Что вы хотите? Действительно, на самом деле. Тогда у меня такое ощущение, что вы просто хотите семью и детей. Но непонятно вообще. И из-за этого вы и не там, и не сам. Вот так. То есть, Александр, вам нужно как-то чётко, более чётко, наверное, сформулировать то, что вы хотите. Более чётко сформулировать то, что вам нужно, на мой взгляд. И уже, исходя из этого, как-то вот, ну, своё поведение выстраивать. Потому что, пока это... Пока это просто неопределённость, очень такая сильная, очень, такая, знаете, ощутимая неопределённость. Имеет место быть у вас. Вот. Это то, что я могу вам сказать, соответственно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.